Такой важный вопрос. Вот я слышу разные донесения с фронта. Одни говорят, что да, взят Работина и идут интенсивные бои, и украинские войска строят плацдарм. Другие, в том числе и западные СМИ, уже пишут, что прям прорвана первая линия, линия обороны Суровикина, вот эта вот с пирамидками. Если можно, внесите в ясность. Внесу ясность. Я бы очень аккуратно, вы же знаете, я оптимистично. И когда все говорили о том, что все провалено, все пропало, и так далее, я был очень оптимистично настроен, потому что глубже немножко разбираюсь в том, что там происходит. Не все готов говорить. Могу только подтверждать или не подтверждать то, что говорят официально наши военные. Работа на точно взятая, это официальное подтверждение от военных уже есть. Вопрос вот в чем. Смотрите, не все понимают, что такое линия Суровикина, ну просто так красиво она звучит и так далее, или что такое первый эшелон. Вот давайте себе представим в глубину, не в длину, а в глубину. Вот условно говоря, где-то километров 5 полностью, ну 5, минимум 5, на некоторых участках до 10 километров, полностью засыпано все минами. После этого начинаются многоэшелонированные, окопные, инженерные конструкции с большим количеством стационарных точек, с большим количеством противотанковых рубежей и так далее, которые в глубину тянутся на 15-20 километров. Ну, то есть, чтобы было понятно. Вот поэтому первая линия вся, это не там не километр даже, да, там или там 500 метров преодолел и дальше пошел. А эта линия, она может занимать расстояние от 5, ну вернее от 5 нету, это минные поля только, от там 15 до 20 километров. И сразу в некоторых местах сливается со вторым эшелоном, тоже небольшие минные заграждения, которые переходят в следующую такую же глубокую. Вот грубо говоря, наши ребята на некоторых участках зашли внутрь этой линии, преодолели там километр, два-три в этой линии, еще раз подчеркиваю, там очень много различных фортификаций, которые нужно уничтожать и так далее и тому подобное. Вот наши ребята туда проникли на некоторых направлениях и, собственно, уже там ведут, вы говорите, плацдарм, но это не совсем плацдарм, это просто они по этим внутренним эшелонам, оборонителям проходят вперед. Это тяжелая работа, потому что, еще раз подчеркиваю, у тебя иногда за спиной кто-то остается, где-то ты проник глубоко, у тебя по флангу еще там находятся оккупационные войска и так далее. Вот эта работа, если мы говорим о работе, на и чуть-чуть ниже спускаемся в сторону Токмака, ну, в сторону, скажем так, Бердянской Мелитополи, вот там проникновение существенно, скажем так, аккуратно, существенно. И, соответственно, бои идут внутри первого эшелона оборонительного. Точно такой же есть второй эшелон, он там соприкасается с первым, по третьему пока не готов говорить, потому что, как правило, третий эшелон, это обычно обеспечительные эшелоны, накопительные эшелоны, где передержка, где ротация проводится, где, собственно, ресурсные базы делаются, ну, оперативного тактического значения и так далее. Посмотрим в данном случае, потому что мне кажется, что там будет единая линия эшелона, эшелонно-оборонительного эшелонирования, да, глубиной там 50 километров. Вот ее нужно преодолеть. Короче говоря, это не линия, это площадь. Да, я тут хочу сказать очень важную вещь, что я еще раз подчеркиваю, оптимистично смотрю, потому что действительно на многих направлениях ребята зашли на вот эту переднюю линию, ну, первую, или как там ее можно назвать, да, проникли туда, вгрызлись глубоко и, собственно, ведут бои внутри этой линии. Это очень хорошо, потому что это говорит о том, что туда можно добавлять людей. И самое важное, чтобы тут понимать, к сожалению, в силу того, что были дефициты средств авиационного контроля, да, ну, доминирования в воздухе, и был дефицит средств разминирования, конечно, этот процесс идет гораздо медленнее, чем хотелось бы, потому что приходится использовать штурмовые группы, да, которые там проникают, могут проникнуть вперед, сформировать какой-то плацдарм, через который уже начинает проникновение более объемные силы и средства наших вооруженных сил. Ну, собственно, об авиационном контроле, потому что вот важнейшая вещь – это то, что прилетелы дроны в Псков, в другие российские, на другие российские аэродромы. Но я, прежде всего, хотела спросить другую вещь, потому что вот когда я говорила с знакомыми, обсуждала, они мне сказали, что странно, потому что очень много таких дронов прилетает на аэродром, которые находятся в Агриклинии. Ну, соответственно, это те полевые аэродромы, на которых базируются как раз не стратегические самолеты, а которых базируются в МИГе. Более того, это могут быть аэродромы, точнее вертолетные площадки, на которых базируется К-52. Это не очень просто, потому что эти К-52 тоже знают происходящим. Они каждые 12 часов меняют дислокацию, они садятся на травяную вертолетную площадку, ее меняют. Но, тем не менее, это вот та дроновая война, которая началась, довольно существенно влияет на поведение российской авиации. И почему-то я об этом не слышала никаких публичных ревиаций. Будем говорить публично, когда будут существенные действительно результаты. Смотрите, давайте по авиационному компоненту разберем. Стратегическую авиацию выведем сразу за скобки. Она находится на аэродромах глубокого расположения, далеко от линии фронта. Эти все тушки там находятся, которые атакуют, собственно, гражданское население. Мы это отдельно потом обсудим. Что касается тактической авиации. Есть три способа подавить тактическую авиацию, ну, превосходство тактической авиации, имеется в виду МИГи, сушки и так далее. Первый – это более высокий класс истребителей, ну, или паритетное количество истребителей того же класса. В данном случае Ф-16-е, на мой взгляд, гораздо более эффективны по тактико-техническим характеристикам, чем те МИГи и сушки, которые тотально на сегодняшний день использует российская армия. Потому что все эти рассказы про Су-57-е, ну, про пятое поколение, это, опять же, мультфильмы, которые часто показывают. Они есть, но их очень мало. И так далее. Поэтому, смотрите, первый способ – это, безусловно, использование Ф-16-е. Как только они появятся, ситуация будет выглядеть совершенно иначе, непосредственно в них. Второй способ – это фронтовые системы ПВО. Это даже не Патриоты, это немножко другие системы, попроще системы и так далее. Их должно быть много, но с учетом того, что они у нас дефицитные, Россия специально использует дроновые атаки по всей территории Украины для того, чтобы мы размазывали системы ПВО по всей стране, ну, защищали те или иные объекты, то понятно, что это тоже пока вопрос дискуссии с нашими партнерами, нужно ли нам усилить фронтовые группировки и систем радиоэлектронного подавления, и систем радиоэлектронного контроля, и систем противоракетной обороны. И есть третий способ, креативный способ, который, собственно, Украина использует, безусловно, это большое количество дронов разных модификаций, разной дальности действия и разной боевой нагрузки, которую они несут, которыми можно атаковать те или иные прифронтовые аэродромы. И таким образом, за счет этого кошмарения и существенно отодвигать авиацию, во-первых, от линии фронта, сокращать возможность время нахождения на боевом дежурстве в небе, да, и таким образом уменьшать влияние, негативное влияние, отрицательное влияние на наступающие порядки. Вот, собственно, этой тактики мы придержимся, потому что она зависит от нас, то есть, конструирование этих воздушных дронов зависит от нас, ну и, соответственно, пуски этих дронов идут либо с территории Украины, либо с территории самой России, где достаточно большое количество людей, которые так или иначе сегодня относятся, скажем так, к определенным сетям, работающим против российской армии с тыла. Мне кажется, что вот этот третий путь, он наиболее, наиболее многообещающий сейчас, и он действительно позволит в случае эффективной реализации, я же почему говорю, давайте немножко подождем, потому что реализация только началась, давайте подождем, это может привести к необратимой потере российской, российской оккупационной группировкой доминирования в воздухе до момента, даже до момента появления в 16-й у нас. Ну вот, это абсолютно то, на что следует обратить внимание нашим слушателям, я хочу сказать. Ну и тогда вернемся к стратегической авиации, более того, шире к вообще вот таким, как бы это сказать, жирным, жирным военным целям в тылу, которые явно совершенно не защищены, потому что меня очень впечатлило, конечно, и прилет в Псков, там 700 километров, сколько он летел, и прилет в Брян, и прилет в Курск, и в Друга. И если можно, с вашей точки зрения, ваша оценка, сколько там всего пострадало? Потому что там разночтения были. На сегодняшний день, на сегодняшний день мы знаем, что порядка шести единиц пострадало в Пскове, ну то есть это и грузовые илы, ну вернее, транспортно-грузовые илы, да, и соответственно в Курске пострадало несколько единиц техники оперативно-тактического уровня, ну имеется в виду, там вертолеты и самолеты. Точное число мы всегда официально сообщаем, когда подводим уже точно, что они пострадали, а не просто там имитационно как-то и так далее. Но тем не менее, это же пробные атаки. Давайте еще раз подчеркнем, понятно, что в этой войне придется искать креативные решения, к сожалению, потому что наши партнеры инертно, ну вернее медленно, все еще медленно, я надеюсь, что они все-таки изменят темпы понимания того, что происходит. Я даже говорю не про поставки, не про логистику, а темпы понимания того, на каком этапе войны мы находимся и, соответственно, какой инструмент на этом этапе войны нужен. Знаете, тут параллельно просто скажу, мне это загадочно, ведь у них написаны правильные учебники по тактике и стратегии современных войн. Ну то есть, они обучаются на правильных учебниках. Я не совсем понимаю, почему они считают, что вот эта масштабная война, в которых они, кстати, никогда не принимали участие в масштабных войнах, они не принимали участие, ну после Второй мировой их нигде не было, они принимали участие только в спецоперациях, небольшими, небольшими, компактными спецподразделениями и так далее. Вот учебники правильно написаны, что на этом этапе нужно приоритетно использовать, а в принципе, с точки зрения принятия решения по помощи Украине, этого не чувствуется, то есть, они говорят о каких-то совершенно странных позициях своих и так далее. Вот это меня как-то смущает, я не могу понять разрыв этот, когда он формируется, этот разрыв и так далее. Но тем не менее, тем не менее, нам же надо на этом этапе в любом случае вести борьбу за воздушное пространство правильно, потому что это главные риски, то есть, два главных риска или даже три главных риска сегодня, это минные поля, которые вынуждают тормозить и, соответственно, второй риск начинает работать, это эффективная контрбатарейная работа артиллерии российской, ну, то есть, они накрывают, да, сразу ты затормозил и тебя накрывают сразу. И третья составляющая, это, естественно, доминирование в воздухе, в том числе, дроновое, в том числе, рейбы, которые подавляют наши дроны, и в том числе, самолеты и вертолеты разных категорий. Вот с этим надо как-то работать, не будем же ждать, пока F-16 появится. Субтитры создавал DimaTorzok